Так, лабораторная работа номер 6, типовые алгоритмы с двухмерными массивами. Так, рассмотрим один из таких типовых алгоритмов на основе задачи. То есть составить программу для включения столбца в центральную часть матрицы А5 на 4, если значение элемента столбца получено из максимальных значений строк исходной матрицы. Так, начинаем писать программу, заголовка. Так, нам понадобится константа, обозначающая строки. Так, будет 5. Так, и M, обозначающая строки. 4. Так, дальше нам понадобится переменная. А, которая будет на силу от 1 до M, то есть до 5 строк. И размером от 1 до M плюс 1. То есть до того, что нам нужно вставить один столбец, то есть мы увеличиваем, соответственно, размерность матрицы на единицу. Так, ну и сделаем целочисленным данный массив. Так, нам понадобится массив одномерный C, как вспомогательный, в котором запишем, соответственно, все максимальные значения строк матрицы. Так, ну и сделаем тоже целочисленное. Так, нам понадобится параметр A и параметр G. Ну и понадобится, соответственно, переменная Gmax, в которой будем искать максимальный элемент в строке по индексу. Так, все, мы сформировали. Так, давайте сформировали матрицу исходную. При помощи генератора случайных чисел. Так, и выведем здесь же на экран формированную матрицу. Так, используем функцию генератора случайных чисел. Так, ну и числа будут принадлежать от нуля. Да, нам нужно на минус единицы. Так, выводим... Сформировали массив на экран. Применяем стандартный оператор вывода пустой, чтобы перейти на новую строку. Так, ну и не забываем операторные ископки. Так. Теперь начинаем формировать массив с максимальных элементов строк. Теперь пишем цикл по строкам. Так. 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 Присоединяем первое значение номера столбца как максимальное. Так. Дальше изменяем значение столбцов от 2 до M. Ну и проверяем, если у нас текущее значение матрицы соответственно больше максимального. Так, то мы нашли новый максимум. Так. Ну и переприсываем индекс максимума. Так. После вектора A с вами соответственно найденный максимум. Так. Закрываем операторные ископки. Так. Ну вот теперь мы сформировали массив. Ну и сейчас мы соответственно вставим данный массив, то есть центральную часть матрицы. Присышит аэпич. Но. Не Dios hice этого места. Дальше настройки. Подн Qué accents? Дальше настройки. Заправим, не rust it. Продолжение следует... 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 Так, забиваем производное значение, да, если хотите, чтобы получилось так же, как здесь, тогда придется повторить. Так, находим максимальное в каждой строке. Так, при помощи функции максимальная. Так, вот у нас нашли все максимальные значения в строке. И так, давайте сейчас попытаемся сформировать новую образцу. Так, вставляем. Так, размер матрицы у нас увеличивается на 5. Так, очищаем. Так, ну и... И по помощи логического выражения Так, проведем следующее действие. Так, зафиксируем. Так, наспользуем еще функции. Так, ну и фиксируем. 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 Вот так вот. Так, скипируем на кнопку на амбисе. Так, если у нас равно, давайте зафиксируем, чтобы она не сплечалась. Так, скипируем на кнопку на амбисе. Так, если у нас больше, соответственно, значение должно быть подлиннее. Так, скипируем на кнопку на амбисе. Так, первый столбец у нас перенесся. Ставленный столбец перенесся. Ставленный столбец перенесся. Здесь перенесся. Так, ну и здесь тоже перенесся. В общем-то, включается решение на втором этапе. Так, переходим к следующему этапу. Это оформление лабораторной работы. Пишем слой задачи. Пишем слой задачи. Так, дальше копируем. Программу вставляем. Так, ну и пытаемся ее оформить в виде блок-схемы. Вставляем полотна. Так, сейчас мы разрубьем, чтобы удобно было смотреть. Так, сначала вставляем. Начало. Так, после начала вставляем блок вычислительный. У нас будет начальное значение. Так, дальше. У нас будет два цикла. В этих двух циклах сначала будет вычисление. Так, ну и потом будет вывод соответственно. У нас будет. так следующий блок начале будет цикл присвоение значения опять цикл дальше пойдет условие так есть условие верно присвоение так дальше так следующее будет присвоение дальше вывод так ну и давайте не путаться соединю и в каждом направлении движения выполнение блоков алгоритм и и и и и и Продолжение следует... 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 Так, и еще остаются два цикла. Так, ну и конец. Так, ну и опять доводим ливен до логического завершения. Так, ну и конец. Так, ну и давайте фардать. Пишем начало. Дальше присылаем начальные значения. Дальше меняем параметр цикл по строкам отменяется. Так, и здесь. Так, и здесь вычисляет вычисление. Так, здесь осуществляется вывод. Так, здесь опять параметры меняются от одного до л. Так, здесь присылаем значения. Так, здесь. J меняет значение A2V. Так, дальше проверяем слое. Так, если условия верно. Нажимаем новый максимум. Так, дальше формируем массив C здесь. Так, здесь мы вводим. A2V. A2V. Так, здесь G меняется A2M. А3V. на данном значении необходимо показать шаг на данном значении 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 Дальше G меняется от 1 до 1 плюс 1. В следующем блоке у нас происходит вывод на экран. Так, ну и... наконец-то надо. Так, ну и где у нас есть? Так. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...